С переводчиком. Я думаю, ура, без переводчика. Можно быстро говорить. Вы знаете, я утром, когда встаю, я говорю добрый день. Я встала. Божья дочь встала. Все разбираются. И вот в один из дней, когда мы ехали в город с Наташей, но вообще изначально хотела сказать, что в Украине легче приводить к покаянию, нести Евангелие. Я очень часто рассказываю людям о Боге, где встречаю. Здесь это немножко сложнее. И когда я слышу русский говор, я говорю, ну вот оно, здравствуй. И вот в один прекрасный день мы едем с Наташей в город и как-то... Мы с ней очень много говорим о Боге. Много говорим с ней за Бог. И слышу, как мне Бог говорит, поломался... Видишь, поломался автобус. Тебе нужно подобрать. Трябва да вземеш някой. Я смотрю толпа людей. И гледам, има много хора. Думаю, ну кого я там буду подбирать. И си вместо кого ще взема с себе си. И я еду и рассуждаю с Богом. Кого ж подобрать? И я путувам и размышлявам с Бог, кой да вземам. И тут Бог выводит парня с толпа. И он просто идет в сторону города. И я останавливаюсь и говорю, вас подвезти? А он мне говорит на русском с удовольствием. И вот он закрывает дверь. И мы едем. И мы говорим, молодой человек, а вы думаете, зря сломался автобус? И я с Гупитом, мыслишь ли, че просто такая сощупь автобуса? И вы думаете, вы зря сейчас решили идти пешком? И вы думаете, что вы зря сейчас здесь? К вам пришел Иисус. К вас дойде Иисус. Выйти вы не сможете. Мы на ходу. Поэтому слушайте. Буквально там пару предложений Евангелия, что был Иисус, пришел за наши грехи. Вы видите. Он говорит да. И значит повторяем. Путешествие с ним длилось от силы 8 минут. Он принял покаяние. И я благодарю Бога за эту спасенную душу. И за среду хотела сказать. Вообще очень важно нам пребывать в общении. Много важно да пребиваме в общение помежду си. Даже в слове сказано да будет во свете как Он во свете. И в слове дори пиши да бъде вслед на както Той в светлината. Мы будем в общение и кровь Иисуса Христа чистит нас. Ще пребиваме в общение и кръвта на Иисус ще ни причистим. И казалось бы мы просто в общении. И просто смело в общении. Мы делимся впечатлениями, мы делимся эмоциями, переживаниями, откровениями. И на духовном уровне мы очищаемся. Обаче на духовном уровне мы очищаемся. И это так здорово. И това е толкова невероятно. Рекомендую гореть к любому общению. И препоручвам да горите към всякакво общувание. И в эту среду у нас было общение. И тази среда общувахме. И имахме библейски истории. И искам да кажа, че беше много яко. Всеки разказал свое откровение. И на его откровение получаешь свое откровение. И върху некоothe откровение получаш свое откровение. И затова ви препоручвам другата среда да заповядате тут. И да получавате много откровение. Как в болгари говорят, нет проблем. Както българие говорят, няма проблем. И хотела поделиться, я как бы уже было у меня это откровение, а после этих историй я утвердилась в этом. И искам да споделить с вас одно откровение, которое имах преди тези истории, но когда дойдох в среду, го подтвердих. Что если Бог в нашей жизни делает чудо, Че ако Бог правит чудо в нашем живот, Не отпускайте Бога, Он сделал это в вашей жизни не зря, вы особенные. Не го отпускайте, защото Той не направил това на праздник. А так как мы все особенные? Ну, как-то не стички, мы особенные. Бог у каждого делает свое чудо. И Бог правит свое особенное чудо за всякий един от нас. Поэтому благодарим Бога, что мы с Ним. И благодарим Богу, че не смею с Него. Аминь. Аминь. Спасибо.